Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Олег Соловью. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. При финансовой поддержке концерна «Росэнергоатом» в Десногорске создадут новую общественную территорию. МСЧ номер 135 приступила к вакцинации жителей Десногорска против COVID-19. Десногорская школьница приняла участие в первой смене Академии блогеров. На Смоленской АЭС в работе два энергоблока. Общая мощность составляет 2080 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 3 с 1 января находится в плановом капитальном ремонте. За 18 дней января энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 837 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 13 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. При финансовой поддержке концерна «Росэнергоатом» в Десногорске создадут новую общественную территорию. Активный этап благоустройства центральной части Атампарка планируется завершить к осени 2021 года. Первая встреча рабочей группы, на которой обсудили нюансы взаимодействия и технические вопросы, состоялась в администрации Десногорска. Планируется благоустроить площадь в 4 гектара на берегу водохранилища. Будут созданы образовательная зона, большая игровая зона для активного отдыха с детской площадкой и многофункциональным центром. В аллее с модульными павильонами будет кофе-поинт, прокат спортивного инвентаря, информбюро, организация мастер-классов. Появятся смотровые площадки, места для пикников, ботанический сад с редкими деревьями и кустарниками, амфитеатр, арт-объекты, пешеходные тропы, освещение, система видеонаблюдения. Подрядчик приступит к работе, как только позволит погода. Все желающие смогут наблюдать за ходом работ в прямом эфире. Через видеокамеры, происходящие на стройплощадке, будет транслироваться на портал Минстроя России и сайт администрации Десногорска. Кроме того, планируется организовать общественный контроль проекта, в который будут вовлечены инициативные жители, приемная общественного совета Росатома в Десногорске и общественный совет муниципалитета. МСЧ номер 135 приступила к вакцинации жителей Десногорска против COVID-19. Привиться от коронавирусной инфекции вакциной ГАМ-COVID-VAC торговая марка «Спутник Ви» может бесплатно каждый желающий в возрасте старше 18 лет и не имеющий противопоказаний. Перед принятием решения о вакцинации врач в обязательном порядке проводит диагностику общего состояния, здоровья, измерение температуры и давления, анализирует наличие заболеваний и другие факторы. Как отметила заместитель начальника МСЧ номер 135 Лидия Штани, медсанчасть уже поступила 900 доз препарата ГАМ-COVID-VAC, разработанного НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В ближайшее время ожидается следующая поставка. Всего заказано 12 тысяч доз вакцины, которые будут поставлены по графику. Вакцина «Спутник Ви» векторная, двухкомпонентная, вводится в два этапа с интервалом в 21 день. Эффективность прививки проявляется после 21 дня от начала вакцинации – более 90%. Максимальная защита – через три недели после второй иммунизации. Прогнозируемая продолжительность защиты – два года. Записаться на прививку можно в доврачебном кабинете МСЧ номер 135 по телефону 8 961 139 63 26. 7 26 13. В назначенный день вакцинации необходимо обратиться в регистратуру поликлиники для взрослых, отложить амбулаторную карту и пройти общий осмотр у терапевта с измерением температуры тела. Вакцинирование проводится в прививочном кабинете номер 132, расположен в приемном отделении стационара, первый этаж. После прививки пациент в течение 30 минут находится под наблюдением медицинских работников. Для вакцинации коллективов предприятий и учреждений города медсанчастью организована выездная прививочная бригада. Ученица школы номер 2 Десногорска Дарья Молдаванова была приглашена в Академию блогеров как победитель конкурса «Блогер Тудей», который прошел в конце 2020 года. Это уникальные проекты фонда АТР АЭС, которые открывают новые горизонты перед жителями атомных городов. Академия блогеров – школа, который учат успешно вести медиаблог, искать и преподносить качественный контент, писать сценарии, продвигать личный бренд в социальных сетях и заинтересовать пользователей интернета. Ребята не только получили теоретические знания, но и создали собственные ютуб-каналы, сняли видеоработы, которые собрали сотни просмотров. Наставниками для них на 10 дней стали популярные блогеры Татьяна Гартман, Егор Зырянов и Валерия Васинева. По итогам проекта жюри признало лучшей актерской командой «Квартет», в котором играли Дарья Молдаванова из Десногорска, Мария Богданова и Влад Остапенко из Курчатова, Владимир Волков из Нововоронежа. Их работы и работы участников первой смены вы можете найти в группе ВКонтакте Академия блогеров. С 25 января по 26 февраля в атомной промышленности, в том числе и на Смоленской АЭС, пройдет исследование вовлеченности «Твое мнение важно Росатому» за 2020 год. В этот раз в онлайн-режиме на сервере акционерного общества «Гренатом». Цель – узнать мнение работников о событиях, процессах и мероприятиях, реализуемых в отрасли. Принять участие могут все желающие. Опрос анонимный. Ссылка на прохождение опроса будет разослана ответственным специалистом в подразделении до 25 января. Если возникли вопросы, звоните в отдел развития персонала – начальнику Елене Илгашевой, телефон 6-31-14 или специалисту Татьяне Ворониной. Телефон 6-15-85. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.